приветствую вас друзья в этом видео разберемся с боновым магазином порекомендую вам лучшие танки которые там есть объясню что из себя танчики представляют что на них ставить и полевую модернизацию поскольку вы просили то будем подробнее с каждым танком разбираться это видео называется топ-5 но на самом деле четко порекомендовать могу 4 танка а на пятом месте у нас будет парочка танков которые стоит упомянуть ну а большая часть танков в боновом магазине конечно очень слабенькие и в целом боновый магазин больше похож на магазин компромиссов чем на те танки которые прям реально видишь и хочешь его купить это что касаемо премиумных танков 8 уровня низкий уровень это вообще рассматривать не будем поскольку интересно прям особо ничего нет лучших танков низкого уровня в боновом магазине нет вообще так что особо там на любителя танчики а вот что касаемо десятых уровней и с них начнем то два танка очень хороших один прям вообще не играбельный один сложный так вот два очень хороших я вам порекомендую но прежде скажу что в 215 б точно не стоит никогда в жизни брать это очень слабый устаревший танк также 121 б чересчур сложный и это скорее танк вызову вашему скилу чем то что прям надо всем подряд брать поэтому если у вас скилл средний и ниже вам точно на 121 не светит ничего сыграть конечно же скилл нужен на любом танки но некоторые танки прям супер сложные а вот что попроще это м60 да он конечно же тоже ошибок прочать не будет но с него хотя бы удобно стрелять очень комфортное орудие невероятная скорость вы сможете всегда успеть скорострельность точность все при нем из минусов большой размер ровные узимые зоны и очень плохая маскировка в принципе этот танк как старый леопард но в нем даже брони чуть побольше чем в леопарде местами леопард там вообще бумага а тут типа двойная бумага мне м60 очень нравится это танчик прямо классный на нем и ворваться можно у кого-нибудь закрутить пострелять на дп иметь ему полную корму и из кемпы пострелять вдаль сборка оборудования у меня на нем следующее досылатель вентиль и о чудо закалка я не вижу смысла сюда ставить какой-то там стабилизатор просветленку или я не знаю что еще сюда поставить но не сетку жрага ставить почему закалка потому что у нас будет больше хп чтобы размениваться принимать лишнюю тычку и в ответ давать несколько за счет своей скорострельности за счет нее мы будем лишний раз выживать лишний раз можем принять урон и дать в ответ она нам больше всего даст пользы в результате плюс еще гусеница будет сложнее сбиваться что нам в принципе и надо поскольку если нам собьют гусеницу и ремки у нас нету то это все конечное по поводу полевой модернизации прокачиваем прочность наших модулей потом улучшаем точность потом улучшаем маскировку чтобы она была хотя бы почти 20 поскольку маскировка очень плохая также нам понадобится увеличение максимальной скорости вперед чтобы мы ехали 62 вперед обзорному увеличивать не надо он у нас и так 500 соседнюю галактику мы все равно не увидим ну и в конце увеличиваем еще прочность ходовой чтобы уж точно гусеницу нам ядерной торпедой не сбили ну а если собьют то все в принципе без ремки мы приехали танчик очень хороший мне нравится конечно же он скиллозависимый все танки скиллозависимые но на нем по крайней мере удобно и приятно играть он не мешает на нем реально комфортно себя чувствуешь в бою и все зависит именно от того как ты сам играешь от твоего скилла этот танк не заставляет тебя мучатся но нужно понимать его геймплей следующий танк 10 уровня который я могу порекомендовать это конечно же amx 50 фош 155 вы знаете что этот танк мне на удивление очень сильно понравился я на нем поиграл и поэтому я знаю что я говорю это танк нереально сильный и обалденный на нем намного легче реализоваться чем на прокачиваемом фоше они абсолютно разные как небо и земля почему акционный фош забоны нравится мне намного больше во первых пробить и основным снарядом не 200 там 50 алдой 320 тут основным снарядом почти 300 пробития а именно 293 голдовый снаряд пробивает 395 и альфа у нас 750 они какие-то там чухлые 400 что это за альфа 400 это смех на прокачиваемом фоше не пробитие не альфы просто ужас да там скорострельность до барабан на 6 снарядов но зачем он нам нужен если там тяжело пробивать и барабан надо прям раздавать до конца чтобы хоть какой-то урон набить на фаше один раз вымазал 750 урона альфы много калибр огромный пробития дофига тебе нужно забой пару барабанчиков реализовать и все и свободен в одном барабане 2250 урона это если альфа пройдет и мы все три снаряда пробьем даже если мы два пробьем это уже полторы тысячи нам за бой надо всего пару барабанов дать сначала занимаем какую-нибудь позицию по кемперить если это удачная позиция будет мы пару раз раздадим барабан и в конце боя либо к нам приедут мы еще раздадим барабан если правильно будем держать позиционку либо если мы побеждаем просто поедем вперед упоримся в кого-нибудь разменяем хп раздадим барабан и все 23 барабана за бой у нас столько много урона что просто на таком уроне только мечтать и для этого усилий надо прилагать в десятки раз меньше чем на прокачиваемом чмаше единственно что на фаше нужно понимать его суть и его геймплей дала бывай броня есть но вот это кресло на голове которая пробивается кулаком это конечно та вещь которая не дает нам играть вблизи в позиционках поэтому выезжая перед врагом как и стукан вы всегда будете сливать свои хп очень быстро и много скорость хорошая орудие отличное барабан великолепный обладаем более-менее хоть каким-то мышлением на этом танке несложно набивать неплохой урон мне невероятно сильно понравился этот танк да и геймплей такой вот специфический надо понимать как этот барабан реализовывать как на играть на этом танке что касаемо оборудования на этом танке это вентиляция это сведение и закалка сведение надо нам чтобы комфортно раздавать барабан вентиляция это единственный наш грубо говоря досылатель который мы с вами можем воткнуть он нам добавит и комфорта во всем остальном помимо перезарядки это сведение и обзор и точность он все улучшает ну а закалка нам поможет лишний раз где-то выжать принять тычку и раздать лишний барабан да еще конечно можно подумать над тем чтобы сюда прицел поставить или турбину но танк и так быстрый можно поэкспериментировать вместо сведения поставить прицел но сведение очень медленное поэтому мне кажется сведение намного выгоднее чем прицел что касаемо полевой модернизации как обычно выбираем сохранение набранной скорости чтобы ездить быстрее улучшаем точность далее увеличиваем обзор также улучшаем еще и в полевой модернизации скорость сведения и размер круга сведения после выстрела три процента перезарядки нам не дадут тот комфорт стрельбы который нам нужен нам нужно именно барабан хорошо раздать а не на секунду или две там быстрее его зарядить эти пару секунд особо ничего не сыграют это танк барабанные они дпмный нам не нужно на первой линии быстро по кд раздавать барабаны нам нужно выйти четко на раздачу одного барабана успешно его раздать не сдохнуть уйти на перезарядку искать место следующего барабана где нам будет приятно его раздавать нам прям рубиться на первой линии на ножах не надо поэтому нам вот эти пару секунд перезарядки не нужны если мы будем играть с турбиной конечно увеличение запаса прочности можно выбрать и понерфить скорость назад на 2 километра но танк и так медленно едет назад поэтому лучше выбрать плюс 2 километра назад чтобы было хотя бы 15 да мы чуть-чуть понерфим себе прочность на 50 хп но у нас есть закалка которая не то что компенсирует а еще и в плюс на шхп выведет потому что 10 километров скорость назад это ужас если вы хоть раз куда-то не туда заедете это все одна ошибка это ошибся это что касаемо десяток эти танки я точно могу порекомендовать 121b слишком сложный фв-21b слишком слабый эти танки в самый раз и их не так уж сложно реализовать это я про фаша и про м60 теперь переходим к премиумным танкам наверное один из самых популярных и любимых танков забоны премиумных восьмого уровня это наверное т-103 я конечно недолюбливаю этот танк не потому что он в целом вообще не играбельный плохой он неприятный и мешает играть активно поскольку у него огромный крита сборник корпус не особо бронированный он плохо ворочается в плане маневренности этот танк но у него реально великолепное орудие точность сведения дпм пробитие все на высшем уровне я конечно набил на этом танке три отметки но я удовольствие от этого не получил честно скажу мне все время мешало то что она огромный плохо поворачиваются это мешает играть активно реально неприятно но основной аудитории этот танк я так понимаю нравится игроки постоянно защищают этот танк когда я начинаю говорить что не очень но я объясняю почему он мне не нравится поскольку он не мешает тащить бои играть активно но играть на при этом на нем можно и взять его за бон и пофармить серебро в принципе тоже можно поскольку остальные танки за боны они честно говоря не очень так что на безрыбье т-103 рыба что касаемо оборудование т-103 это досылатель вентиляция и умп это самое умп и даст нам хоть какую-то маневренность и хоть какую-то стабилизацию конечно хотелось бы еще куда-то закалку и турбину всунуть разве что место вентиля можно еще попробовать сборку досылатель закалка турбина поскольку скорость назад плохая да и удельная мощность тоже небольшая что касаемо полевой модернизации здесь все стандартно сохранение набранной скорости улучшение точности увеличение обзора там особо то и выбрать нечего следующий танк который можно порекомендовать забор на это конечно же есть 75 т.с. это наверно один из немногих играбельных тяжиков забор на у него неплохая броня хороший дпм точность сведения орудия классное и пробитие все с ним нормально единственное что танк очень большой ошибиться на нем легко и поскольку танк такой огромный вылазить на врагу хочется с большой альфой давать огромный выстрел с большой альфой и закатываться назад играть от альфы а у нас получается танк с альфой 360 и он больше играется от дпм а немножко орудие этому танку не подходит конечно он не сказать что медленный и максималка 45 и удельная мощность 16 в принципе это танк для тяжа не такой уж и медленный но все равно он очень огромный он прям реально здоровенный и при таком огромном размере у вены 8 градусов не сказать чтобы это много но забор на это наверное один из лучших танков поскольку особо там больше ничего и нет если в общем по всей игре смотреть то это далеко не самый лучший танк но все равно неплохой ну а забор на один из лучших что касаемо оборудования досылатель стабилизатор вентиль или досылатель стабилизатор закалка тут уже сами определите по своему стилю игры что касаемо полевой модернизации здесь как обычно сохранение набранной скорости улучшение точности увеличение обзора если же вы часто на первой линии стоите под артой то можете компенсировать дезориентацию опять же зависит от вашего стиля игры ну и последний танк который я могу порекомендовать в нашем сегодняшнем топе вы наверное удивитесь но это к в 4 криславского насколько я не люблю прокачиваемый к в 4 из-за его очень плохого бронирования во лбу и настолько же мне не мешает эта броня на к в 4 криславском которая такая же лобовая плохая почему так происходит поскольку к в 4 криславского намного быстрее маневрение и подвижнее чем прокачиваемый к в 4 но прокачиваемого к 4 тоже есть свои плюсы по сравнению с к в 4 криславским у него скорострельность намного лучше вот у к в 4 криславского реально не хватает дпм а это наверное один из самых главных его минусов на канале есть стримы как я на нем играл брал три отметки я честно говоря думал что я пожалею что я возьму этот танк за 10 кабон это будет просто ужас но я взял его за 10 кабон а он стоит чуть больше даже чем остальные танки непонятно почему видимо в нем болтиков или пикселей больше и я не пожалел я спокойно на нем отыграл взял три отметки и на удивление у меня не горела на нем жопа у меня не было никаких неприятных ситуаций просто едешь стяжами в городе играть от борта и все за счет своей мобильности и маневренности можно успеть поиграть в игру максималка 40 вперед 16 назад удельная мощность 15 в общем и целом ничего этому танку не мешает единственно что он большой и у него плохая броня во лбу конечно же если у вас плохо со скиллом наверное вы не сможете этот танк реализовать но вы и многие другие слабые танки из бонного магазина тоже не реализуете поскольку они просто слабые во всем здесь нормально с точностью неплохие увн и 7 градусов хотя на этом танке от башни выиграть не будете поскольку башня дырявая сверху лючок семью градусами играть в городе от борта вполне себе удобно ну а лезть играть через рельеф на нем не нужно поскольку вы будете умирать в башню едем и просто играем в городе набиваем урон у нас очень много хп 1700 пока у нас это хп есть мы его размениваем набиваем урон единственное что очень жалко что у этого танка дпм намного хуже чем у кп4 прокачиваемого поскольку размениваясь с врагами мы могли бы порою давать в ответ по несколько выстрелов и за счет этого этот танк бы очень сильно имбовал если бы к в 4 крыславскому дали дпм нормальный он бы уничтожал рандом очень жестко поскольку можно было бы просто выкатываться как попало на врага принимать тычку и давать в ему в ответ несколько потому что хп так много что его некуда девать а так выходит у нас что надо стараться иногда где-то танкануть где-то из-под тяжка выехать чтобы кто-то за нас танканул прямо всегда размениваться не хочется поскольку хп то у нас много и местами даже броня есть там в борту бортом танковать можно но мы в ответ не можем дать сильно много альфа 320 а дпм но не очень поэтому всегда всегда нужно думать но если скилл есть на этом танке не так уж сложно играть если в общем смотреть по всем прям танкам 8 уровня которую нас есть в игре конечно этот танк далеко от самых лучших но в боновом магазине особо выбрать больше нечего и это так мне намного больше понравился чем остальные прям танки которые есть там в боновом магазине поскольку всякие эти т26 и 5 т34 и из 5 маус бургеры какие-то на котором вообще играть невозможно что касаемо оборудование закалка досылатель стабилизатор хп у нас получается 1900 плюс разменивайся не хочу полевая модернизация все как и обычно сохранение набранной скорости точность увеличение обзора но сейчас когда арта всех мучает своей дезориентации можно поставить и 10 процентов защиты от дезориентации тут смотрите сами насколько сильно вас мучает арта но еще два танка которые в конце могу просто упомянуть поскольку у нас в топе среди прям танков не оказалось ни средних танков нелегких они вам допустим нужны и вы хотите именно забойных купить то можно обратить свое внимание на сенлока британская лт 8 уровня и на советскую стэшку гвардеец это конечно не самые лучшие танки на планете со своими особенностями плюсами и минусами но в целом на них играть можно вот такой вот топ танков за боны в боновом магазине в основном остальные танки в боновом магазине они абсолютно не играбельные вообще дай бог там если еще пару танков хотя бы на которых можно просто присутствовать в бою с трудом но в общем и целом это лучшее что можно было на скрипсти в боновом магазине пишите свое мнение в комментариях как вам эти танки если вы на них играли и какой вы считаете танк лучший за боны с вами был варчик играть красиво всем удачи увидимся подписывайтесь обязательно пока